Субтитры делал DimaTorzok В отличие от Patience Phillips из фильма «Женщина-кошка» 2004 года. Ее роль отлично исполнила Мишель Файфер. Работая секретарем у бизнесмена Макса Шрека, Селина случайно обнаруживает его план монополизации электричества Готэма, после чего босс выталкивает ее из окна. Девушка не погибает, а в чувство ее приводят кошки. От удара у девушки развивается раздвоение личности, и она сшивает себе черный виниловый костюм с хлыстом, становясь женщиной-кошкой. Субтитры делал DimaTorzok На седьмом месте Энсабах Нур, больше всем известный как Апокалипсис. Он первый появившийся на Земле мутант, обладающий невероятно мощными способностями, который родился более трех с половиной тысяч лет назад. Ему удавалось выживать все это время, перенося свое сознание в новые тела, в которых он сохранял все свои силы, а также получал способности тех, в кого переносил сознание. Как раз такой перенос в тело мутанта, обладающего регенерацией, был показан в фильме Люди Икс Апокалипсис. Тут его предают и заживо хоронят под пирамидами в Древнем Египте. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Далее у нас расположился Джек Напьер и его трансформация в Джокера из фильма «Бэтмен» 1989 года. Роль злодея исполнил Джек Николс. После перестрелки на химзаводе с Бэтменом Напьер обжигает себе лицо кислотой и падает в чан с химикатами, но остается жив. Хирург восстанавливает ему лицо, но из-за сильных повреждений Напьер вынужден вечно улыбаться. Кроме того, его кожа становится белой, волосы зелеными, а вокруг глаз появляются черные пятна. Сошедший с ума Напьер называет себя Джокером и начинает терроризировать Готэм. На пятом месте программа «Альтрон» и ее трансформация в механическое тело. Старк и Бэннер обнаруживают в скипетре камень, содержащий в себе искусственный интеллект, и используют его для создания миротворческой программы. Оживленный спустя 77 попыток «Альтрон» считает, что спасением для Земли будет уничтожение человечества. Он расправляется с Джарвисом и берет под контроль Железный Легион. У тебя сбой. Будь добр, отключись на минутку. Я не понимаю. Моя миссия... Погоди минутку. Я тебе не врал. Стой. Прошу дай, нет. Недостойный. Убийца на убийце. Старк. Джарвис. Прошу прощения, я спал. Кто твой хозяин? Я обеспечу Землю несокрушимой броней. Альтрон? Воплоти. Что нас не уберет. Делает нас сильнее. На четвертом месте Дьякон Фрост, один из врагов Блейда, и его трансформация в Ламагру. Фрост молодой обращенный вампир, который захотел всемирного господства, для чего и вызвал дух демона мифического бога вампиров Ламагры. Однако Блейд есть Блейд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Твою мать! Открывает тройку лидеров мутант Гадюка, настоящее имя Офелия Саркисян. Ее роль в фильме Росомаха Бессмертной исполнила наша актриса Светлана Ходченкова. Она обладает иммунитетом ко всем токсинам на Земле, а также является мастером по созданию своих различных ядов. Кроме того, Гадюка – выдающийся ученый, выступающий под псевдонимом Доктор Грин. Серебро достается археологу Доктору Джун Мун и ее превращению в чародейку. Исследовав участок вдоль длинных заросших пещер на северо-центральном нагоре Перу, Джун упала в одну из них, где находилась гробница. Увидев контейнер в форме куклы, девушка выпустила дух древнего божества, который овладел ее телом. Теперь после слова «чародейка» Джун Мун превращается в древнюю ведьму. Доктор Мун, чародейка. Знакомьтесь, чародейка. Все, что нам известно о ней, у вас в отчетах. Ну и на первом месте шикарная трансформация Курта Коннорса в одного из сильнейших врагов Человека-паука-ящера. Потеряв руку на военной службе, Коннорс разработал экспериментальную сыворотку, взятую из ДНК рептилий. В результате опыта ему действительно удалось отрастить свою правую руку. Однако после принятия препарата, доктор Коннорс стал превращаться в гибрид Человека и Ящерицы, теряя при этом разум. Я сказал, езжай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА